Начиная Ливонскую войну, Иван Грозный рассчитывал на легкую победу. На первом этапе войны его ожидания оправдывались, ему без особого труда удалось разбить Ливонскую конфедерацию и захватить большую часть ее территории. Более того, русским войскам удалось нанести ряд поражений, вступившему в войну на стороне ливонцев Великому княжеству литовскому и занять полоск и прилегающие территории. Но все оказалось не так просто. Крымский хан Девлет-Гирей воспользовался тем, что большая часть русского войска находилась в Ливонии и в результате успешного набега сжег Москву. Ивану Грозному пришлось срочно перебрасывать войска на юг. В итоге русское царство наносит сокрушительное поражение крымским татарам в битве при Молодях и надолго снимает угрозу крупных набегов. Победа далась нелегко и русское войско, понеся потери, было серьезно ослаблено. В это время в Ливонскую войну вступает Швеция, а Великое княжество Литовское, объединившись с Польшей в Речь Посполитую, также начинает активные боевые действия против русского царства. Войска Ивана Грозного, ослабленные битвой при Молодях, были не в состоянии успешно воевать с Речью Посполитой и Швецией одновременно, так как им требовалась передышка. Поэтому Иван Грозный сначала заключает мир с Речью Посполитой, вернув Полоцк и уступив часть занятых поляками приграничных территорий. К этому моменту шведы успели занять Ивангород, Копорья, Ям и Карелу, практически полностью лишив русское царство выхода к Балтийскому морю. Иван Грозный подписывает со Швецией перемирие, которое не устанавливало новых границ, так как он надеялся, что после небольшой передышки ему удастся вернуть утраченные территории. В 1584 году, так и не вернув выход к Балтийскому морю, умирает Иван Грозный. Новым царем становится его сын Федор I. Шурин Федора I, Борис Годунов, который по факту правил вместо него русским царством, предпринимает попытки вернуть утраченные территории дипломатическим путем. Шведский король Юхан III не спешил возвращать занятые во время Ливонской войны территории и всячески затягивал переговоры. В 1587 году умирает король Речи Посполитой Стефан Баторий и его место занимает сын Юхана III, Сигизмунд III Ваза. После этого шведский король не просто отказался возвращать занятые земли, а начал требовать от русского царства подписать новый договор, закрепляющий эти территории в составе шведского королевства. Рассчитывая на поддержку Речи Посполитой, шведы переходят к агрессивным действиям. Они начинают атаки на приграничные русские гарнизоны. В ответ на это русское царство начинает готовиться к войне. 4 января 1590 года в Новгороде собирается армия численностью 35 тысяч человек, которую лично возглавил царь Федор. Основная часть войска начинает движение по направлению к городу Ям. После того, как русские войска подошли к городу, защищавший ее гарнизон капитулировал. В это же время отдельный отряд русского войска был направлен к городу Копорье, который он берет после непродолжительной осады. После взятия Яма русское войско начинает движение по направлению к Ивангороду и Нарве. Как только передовой полк русского войска приблизился к Ивангороду, его атаковал крупный шведский отряд. В результате скоротечной битвы шведский отряд потерпел поражение и был вынужден отступить. 2 февраля городу подошла основная часть русского войска и осадная артиллерия. После бомбардировки 19 февраля русские войска предпринимают попытку штурма города, которая была отбита. После чего обстрел продолжился. Уже на следующий день шведы предложили заключить перемирие. Забавным является тот факт, что шведы не спешили соглашаться на выдвинутые русскими условия. Из-за чего переговоры несколько раз заходили в тупик. Каждый раз, когда шведы начинали упорствовать, русская артиллерия начинала новый обстрел. Таким нехитрым образом 25 февраля шведов заставили подписать перемирие сроком на один год, по условиям которого они сдавали Ивангород, а окончательный мирный договор, разрешающий территориальные споры, должен был быть подписан в течение года. Шведский король не планировал соглашаться на условия мирного договора, предложенные русским царем. Поэтому во время перемирия он довел численность своих войск в зоне конфликта до 18 тысяч человек. Перемирие было нарушено в ноябре 1590 года, когда шведы предприняли попытку захватить Ивангород. Штурм города быстро захлебнулся, после чего русские войска, преследовавшие бегущих шведов, осадили Нарву. Впрочем, осаду вскоре пришлось снять по приказу царя, и русские войска вернулись в Ивангород. В декабре небольшие шведские отряды начали разорять русские приграничные территории. А в январе 1591 года 14-тысячный шведский отряд выдвинулся по направлению к городу Копорье. Ему навстречу выдвинулась русская армия, и в результате сражения поблизости от города шведской армии пришлось отступить. В целом ситуация для русского царства складывалась довольно благоприятная. Но летом крымский хан Газы-Гирей во главе 150-тысячного войска пошел в набег на Москву. Чтобы защититься от набега, русским пришлось перебросить часть войск к Москве, тем самым ослабив давление на шведов. Воспользовавшись ослаблением русской воинской группировки, шведы атаковали северные волости русского царства. Шведским отрядам удалось дойти до Белого моря и захватить Печорский монастырь, а также разорить окрестности Соловецкого монастыря и Кольского острога. Подоспевшая русская армия вместе с местным ополчением разбивает шведов и занимает Печорский монастырь. Затем в качестве своеобразного акта возмездия русское войско разоряет шведские волости Олой, Сик и Линелу. Летом 1591 года под Москвой русское войско наносит сокрушительное поражение к русскому хаму. Уже в декабре 1591 года из Москвы на войну со Швецией перебрасывается крупное войско, состоящее из шести полков. Эта армия была усилена конными стрелецкими сотнями и казаками. Вышедшая из Москвы армия 30 января 1592 года подходит к городу Выборг. Шведский гарнизон предпринимает попытку атаковать передовой отряд русских войск, но потерпев поражение возвращается в крепость. Затем русская армия не встречая сопротивления разоряет окрестности Выборга и Карелы. Также в январе 1592 года воевода Сумского острога проводит рейд разоряя приграничные шведские районы. Летом этого же года шведский отряд в качестве акта возмездия нападает на Сумской острог, но местный воевода был готов к такому развитию событий и разбивает шведов. 20 января 1593 года в Ивангороде подписывается новое перемирие на два года. Несмотря на то, что в ходе перемирия стычки между русскими и шведскими отрядами продолжались, 9 ноября 1594 года между Швецией и русским царством начались мирные переговоры. Переговоры длились довольно долго, но 18 мая 1595 года был подписан мирный договор. По условиям этого договора за русским царством остались заняты им города Ям, Ивангород и Копорье. Кроме того, шведы обязались вернуть город Карела и прилегающие к нему территории. В ответ на это русское царство отказывалось от претензий на остлянское княжество, а также от использования лесов внутренней Финляндии. На этом война завершилась. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал и жать на колокольчик. Будем разбираться в истории вместе.